Приветствую. И мы находимся в Дмитровском районе, только не Московской области, а Москвы. Небольшая путаница идет, да? Есть два района Дмитровских в Москве и Московской области. Этот район находится около Дмитровского шоссе и как раз от Дмитровского шоссе, который является главным магистралом этого района Дмитровского, и вот как раз от Дмитровского шоссе до Корейского бульвара проходит вот эта долгопрудная, небольшая долгопрудная улица. Понервенный tuh вторastes движения трамogrVELого транспорта по одной полосе в каждом направлении. И длина этой улицы составляет всего 400 метров, скорее больше похоже на переулок, если так взять по длине. Ну а так, в принципе, улицы, конечно, с двух сторон жилые дома. До 1360 года это было в Подмосковье, в 1360 году эта местность вошла в Тасад Москвы. И в 1364 году улица получила современное название в честь подмосковного города Долгопрудный, который находится в Матничинском районе Московской области, потому что она находится на севере Москвы, куда как раз можно, через Дмитровское шоссе, как раз доехать в этот город, в общем-то, можно. Как раз вот северный сектор, он ведет как раз, в том числе и в город Долгопрудный. То есть по географическому принципу. Ну, в основном здесь находятся жилые дома. Жилые дома 5, 9 и 12 этажные, построенные в 1360 году в основном, и в 1370 году тоже. Вот. И, кстати, все пятиэтажки тут снесут по программе реновации. Вот. Ну, и кроме жилых домов, находится также детский сад под номером 6 корпусные трехэтажные здания, в 1390 году постройки детская музыкальная хоровая школа под номером 10А, в 1360 году постройки, и офисное здание под номером 1100, это бывшая праздничная. Вот и все. Ну, собственно, ничего, наверное, бесконечательного здесь нету. Все, в общем, стандартное, советское, в принципе, советские здания. Так что, наверное, какого-то смысла сюда приезжать нету. Вот. Ну, если что, на всякий случай, вот метро Селигерская, здесь есть по улице автобус номер 63, и он проезжает всю эту небольшую улицу. Так что, вот, можно совершить по нему автобусную прогулку. Это, в данном случае, будет довольно уместно, потому что, в принципе, в данном случае, необязательно проходить ее пешком, эту улицу вполне. Докон автобуса ее можно, так сказать, оценить и посмотреть, и сделать выводы. Вот. И все более-менее будет понятно про эту улицу. Приятных прогулок, и до новых встреч на улице.